Отзвенел последний звонок, а значит пришло время отдыхать. С июня родная школа для детей становится местом, где они могут развлекаться. Ведь на каникулах в них открываются лагеря. Линейка, зарядка, завтрак, игровая программа, обед, после сона и снова веселое времяпрепровождение с конкурсами и подарками. Таков режим малышей, которые на протяжении 21 дня посещают школьные лагеря. Я хожу в лагерь из года в год. Мне здесь очень нравится. Очень много игр, друзей. Если хорошая погода, то мы играем с мячиками, скакалками на улице. Если же плохая погода, то играем в игрушки в помещение. В седьмой школе пошли дальше. Чтобы детям было еще интереснее, каждый год тематика лагеря здесь меняется. В этом году все посвящено 55-летнему юбилею со дня полета первого человека в космос. Ребятам предстоит многое узнать о планетах, космонавтах и даже о животных, которые летали на ракете. Каждому ребенку были подарены первый день вот такие мячики, потому что мы отправились с Земли. И чтобы они не забыли свою Землю, когда будем возвращаться, каждый ребенок в День защиты детей получил вот по такому глобусу. Так что они с удовольствием включаются в игру, включаются в эту работу вместе с нами. Поэтому я думаю, что им нравится. Но дети проводят время не только в стенах школы. Они часто посещают экскурсии. Большой популярностью пользуются районный историко-культурный центр и библиотека. Ходят ребята и в кинотеатр смотреть мультфильмы. Мне очень нравятся экскурсии. Ты узнаешь очень много нового, интересного. Если тебе что-то нравится, то нужно, конечно, туда ездить. Школьные детские лагеря очень сплачивают детей. Они находят новых друзей, учатся, общаться. И если во время обычной школьной жизни всему этому мешает учеба, то будучи на каникулах, у ребят появляется свободное время узнать своих одноклассников получше. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видно этого. Юлия Погосян, Владимир Бижонов.